Получить посылку, оплатить коммуналку и оформить проездной в этом отделении можно всего за пару минут. Благодаря электронной очереди. Никакой путаницы в очереди, кто в какое окно подошел, зачем тебе нужно, взял талон и получил. Нервотрепки стало меньше, она вообще исключена при такой системе, очереди нет. Нервотрепки, конечно, меньше, да вот только не везде. Электронная очередь пока есть только в 35 отделениях края, а всего филиалов Почты России в регионе больше тысячи. Поэтому миллионам людей по-прежнему приходится отстаивать часами в духоте и напряженной обстановке. Клиент может позвонить, обратиться на горячую линию, если превышает на одно окно более пяти человек. Каждый месяц на горячую линию Почты поступает сотни обращений. В основном люди недовольны операторами, их мало, работают медленно, да еще грубят. Мотивации нет. На данный момент у нас оклад составляет 9800 и 11360 у заместителя, да, у начальника, естественно, повыше. Это только оклад, то есть это основная у нас ставка, но идет у нас плюсом также за выполнение плана. Если они выполнили план по отделению, им идет плюсом премия, также если они выполнили план по страховкам. Только вот план выполняют единицы, пояснило руководство. Основная часть сотрудников Почты, особенно те, кто работают в сельской местности, получают зарплату гораздо ниже, чем в городах. И повышать ее в ближайшее время не собираются. В этом году в крае открыли три отделения нового формата. В ближайшее время оптимизируют еще несколько. Это в планах. В мечтах перевести полностью работу в электронную форму, чтобы клиенты не тратили время на заполнение бумажных бланков. Но пока такие эксперименты проводятся только в центральной части России. Валентина Аскерова, Александр Антробов. Наши новости. Продолжение следует... Продолжение следует...